В этот раз краевые парламентарии в роли гостеприимных хозяев. Ведёт заседание председатель Комитета Госдумы по труду соцполитики делам ветеранов Ярослав Нилов. Тема встречи – предоставление мер соцподдержки населению. С Творополью в этом направлении есть чем поделиться. Бюджет региона вот уже много лет социально ориентирован. Эта статья расходов занимает весомую часть казны. Только в прошлом году населению края предоставилось 67 видов мер социальной поддержки. Они охватили практически 900 тысяч человек. Выполняются все финансовые обязательства перед жителями региона, нуждающиеся в этой поддержке. Всего на Ставрополье для реализации федеральных полномочий и собственных обязательств принято и реализуется порядка 30 базовых законов в области социальной поддержки наших граждан. При этом система мер соцподдержки постоянно совершенствуется, исходя из повседневных потребностей ставропольских семей и каждого человека. Регион первым откликнулся на нужды СВО. По решению губернатора депутаты приняли мощный блок законопроектов, направленных на поддержку бойцов и их родных. Я считаю, что наша дума, одна из первых по предложению губернатора, приняла такой комплекс мер социальной поддержки, что вот сегодня прямо они удивлялись. И действительно, он признан, это один из самых объемных в Российской Федерации. Кроме того, Ставрополье учредило собственную награду за поддержку спецоперации. По инициативе нашего губернатора мы думой утвердили даже краевую медаль за поддержку СВО. Всего 30 медалей в год с премией. Ну а эта медаль распространяется не обязательно, что он должен быть участник в боевых действиях, а распространяется практически на всей категории, на руководителях, которые участвуют в гуманитарной помощи, волонтёры. Рассказали гостям о законодательной работе в рамках объявленного президентом года семьи. Краевая дума приняла целый ряд документов, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми и детей-сирот. Обсудили и проблемные вопросы, в том числе мошенничество при получении соцуслуг. Коснулись темы санаторно-курортного лечения. Такое обсуждение, всестороннее, многогранное, с присутствием представителей регионов, исполнительной законодательной власти, некоммерческого третьего сектора, крайне важно, прежде всего, для того, чтобы быстрее созревал тот вопрос, который лежит на поверхности и требует, прежде всего, финансирования. Все высказанные предложения будут проработаны депутатами. Кроме того, федеральные парламентарии и дальше планируют поддерживать связь с регионом. Мы стараемся как можно больше посмотреть, как можно больше поговорить, как можно больше примерить на себе, но и одновременно стараемся максимально расширить свои какие-то контакты. Потому что горизонтальные связи, они остаются. Мы уехали, они остаются. Сегодняшние средства коммуникации, ВКС, мобильная связь, электронная почта позволяют все это поддерживать. Кира Мартынова и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.